США обвинили Россию в тайных испытаниях ядерного оружия Высокопоставленный американский военный чиновник обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний малой мощности Роберт Ашли считает, что в случае, если Российская Федерация ведет подобную деятельность, она нарушает существующий мораторий на испытания атомного оружия По данным информационного агентства Reuters, в своем выступлении, сделанном 29 мая, генерал-лейтенант Роберт Ашли-младший, глава управления военной разведки Пентагона Опираясь на данную спецслужб заявил на форуме по контролю над вооружениями в Гульдзонском институте, что Москва может проводить испытания, выходящие за запределы того, что считается необходимым, за пределы стандарта нулевой мощности Стандарт нулевой мощности Стандартом нулевой мощности называются испытания, которые проводятся без подрыва заряда, как правило посредством компьютерного моделирования При этом Ашли доказательно никак не подтвердил факт возможного проведения испытаний На конкретный вопрос о том, как американские спецслужбы к выводу, что Россия проводит такие испытания в нарушении договора, Ашли заявил Россия не подтвердила свою приверженность стандарту нулевой мощности США, Россия хоть и подписала и ратифицировала ДВЗАИ, но не спешит это подтверждать По словам Роберта Ашли Российская Федерация не желает подтверждать, что она присоединилась к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года Особенность заключается в том, что для того, чтобы договор формально начал действовать, к нему должны присоединиться еще 44 государства И ряд других в первую очередь США должны договор ратифицировать Несмотря на то, что Россия договор подписала в 1996, а ратифицировала в 2000-м, Ашли требует от Москвы дополнительного подтверждения намерений Согласно утверждениям генерала, Россия способна производить тысячи боеголоток в год Укрепление Москвой ядерных сил как стратегического, так и нестратегического характера делается возможным за счет приоритетного финансирования ядерных разработок и инфраструктуры для производства атомных боеголовок Подчеркнул свое мнение американский военный Российский дипломат обвиняет США Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя ситуацию РИА Новости, заявил, что США готовятся к возобновлению ядерных испытаний Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает Цитирует агентство слова дипломата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова